Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Честно говоря, я не хотел бы говорить о том, насколько хорош специалист, к которому вы обращаетесь, к которому вы ходите, к которому вы, в общем-то, доверяетесь. Я хотел бы больше обратить внимание ваше на то, для чего вы это делаете, то есть для чего вы уходите к психологу. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, хотите ли вы изменить свою жизнь, потому что лично у меня сложилось такое впечатление, что вы именно ждёте, что психологические сеансы, как вы их называете, вам именно что помогут. То есть вы ждёте, что вам помогут. Но вопрос заключается в том, что вы делаете сами. Вопрос в том, вкладываетесь ли вы в процесс психотерапии. Это первое. Второе. Какие у вас отношения, собственно говоря, с психологом? Потому что если ваши отношения чисто формальные, то вряд ли там будет какая-то возможность вам измениться. Потому что необходимо определённое наличие контакта между вами и специалистами, необходимый определённый уровень доверия между вами и специалистами, необходимый определённый уровень человеческого общения. Это не чисто формализованная история. Мне показалось, что вы как раз-таки говорите именно о очень формализованном общении. Конечно, можно говорить о личности психолога, можно говорить о том, что личность психолога, а также его подход к психотерапии вам, вероятно, не подходит. Об этом можно говорить. Но я бы хотел спросить вас больше о том, чего хотите вы. И хотите ли вы, например, измениться? Хотите ли вы, например, интересоваться своей жизнью? Интересно ли вам ваша жизнь? Интересно ли вам то, например, что вы делаете? Интересно ли вам вы сами? Потому что то, что вы описываете, говорит о том, что вам интересно что угодно, но только не вы. И это, наверное, является ключевым аспектом. Вам неинтересна ваша жизнь. Если вы ходите к психологу для того, чтобы он помог вам избавиться от чувства вины, то, мне кажется, в какой-то степени это абсолютно бесперспективное занятие. Потому что вам неинтересна ваша жизнь. И моя идея заключается в том, что именно интерес к вашей жизни, именно обращение вашего внимания на вашу жизнь, могло бы помочь вам, могло бы, может быть, дать вам тот самый ответ на вопросы, которые у вас возникают. Потому что пока вам интереснее думать о другом человеке, пока вам интереснее размышлять о другом человеке, Вот, мне кажется, что никакого результата, никаких, условно говоря, таких вот подвижек у вас-то не будет. Потому что чего им быть, если вы интересуетесь его жизнью больше, чем своей. Сейчас это происходит именно так. Вы интересуетесь жизнью вашего молодого человека больше, чем своей. И мне кажется, что задача как-то психолога заключается в том, чтобы помочь вам увидеть именно интерес к вашей жизни. Если этого не происходит, если вы не интересуетесь своей жизнью, если вы ходите на психотерапию, например, только для того, чтобы, ну, например, чтобы вам помогли избавиться, допустим, от чувства, например, вины, то, ну, хорошо, вот вы избавитесь, допустим, вы избавитесь от чувства вины, да? А что дальше? Как вы будете жить дальше? Что вы будете делать дальше? Вот вопрос, на который, мне кажется, вам нужно найти ответ. Мне кажется, что вам интереснее сейчас думать о другом человеке, нежели чем о себе. Мне кажется, что вам сейчас интереснее беспокоиться о другом человеке. Мне кажется, что это вам привлекательнее, для вас это привлекательнее, чем, например, ну, допустим, опять-таки ваша жизнь. Вот. И я, мне кажется, мне, думаю, не удивляюсь, потому что вам это не помогает. Вот. Как-то так мне, по крайней мере, кажется. И как-то так, наверное, я бы ответил вам бы на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. То есть здесь, на мой взгляд, дело не в психологии. Здесь дело в том, зачем вы ходите, для чего вы ходите, чего вы хотите. Вот. Мне кажется, что вам вполне можно было бы прислушиваться к себе, к тому, как вы чувствуете себя с человеком. То есть комфортно ли вам с ним? Даже если он говорит вам какие-то вещи не очень, может быть, приятные. Даже если он говорит вам какие-то вещи, которые, может быть, вам не хотелось бы слушать. Но вопрос, на мой взгляд, здесь именно в том, как вы на это реагируете. Вот. Вопрос здесь именно в том, как вы себя чувствуете. То есть вам для начала неплохо было бы просто переключиться, может быть, на человека. Просто переключиться, может быть, на психолога. И постараться понять, что за человек перед прервами чего он хочет. Для вас, например. Постараться увидеть и услышать его точку зрения, его позицию. То, что он пытается для вас донести. Вот. Но в первую очередь вам нужно слушать себя. Если вы сами ориентированы не на помощь, например, себе. Если вы сами ориентированы не на изменения своей жизни. Если вы сами менять свою жизнь не хотите. То, ну, в какой-то степени вы правы. Вам психолог не поможет. Но связано это не с тем, хорошее или плохое. А связано это больше и исключительно с тем, что у вас разные цели. Как мне кажется. Вот. И если всю ответственность вы перекладываете на, опять же, психолога. Мне показалось, что делаете вы именно так. Я бы рад ошибаться. Конечно. Вот. Но. Мне показалось, что это так. Что вы на психолога перекладываете ответственность за то, что с вами происходит. Вот. И то, что у вас в жизни. Если это так, то нет, ничего не получится. Вот. Поэтому я думаю, что вам, если уж вы решили обращаться к психологу, то вам нужно, на мой взгляд, более активную позицию здесь занимать. И смотреть именно на то, что вы хотите. При этом, конечно, выслушав специалиста, выслушав его мнение. Вот. Относительно, ну вот, относительно того, какова ваша ситуация, каков ваш, условно говоря, психологический, например, портрет. Если вы таким занимаетесь, то, соответственно решать уже дальше, что с этим делать. Как вам вот двигаться, куда вам двигаться, как вам двигаться. Вот. В противном случае, ну да, просто будет действительно потеря времени и просто ощущение, что вам не помогает. А ведь, а ведь вы, ни много ни мало, тратите свои деньги, тратите свое время. Вот. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы вы это делали. Поэтому спросите себя, что вы хотите. И договоритесь со специалистом, что вы занимаетесь вот именно, например, этим, что вы двигаетесь, например, в этом направлении только, допустим. Или вот в направлении, там, в каком-то другом, например, если вам это интересно, если вы этим интересуете. Вот. Вполне возможно, вполне возможно, что тот психологический метод, который использует психолог, вам не подходит. Вполне возможно, что та психотерапевтическая школа, в которой работает специалист, вам, ну, для вас именно не эффективна. Вполне такое может быть, но это в таком случае вопрос уже подбора. Я думаю, что в идеале вам надо бы обратиться к нескольким специалистам для того, чтобы понять, что вам больше подходит. Есть высоко формализованные подходы. Вот. Есть высоко такие вот, ну, как бы, когда довольно, ну, довольно жёстко идёт следование, например, правилам, да, довольно жёстко. Например, как вот, допустим, в психоанализе как-то, ну, свободы никакой, в общем-то, нет. Да, то есть, как бы, ну, нет, нет, свободы не позволяют никаких отступлений от, ну, правил и так далее. То есть, это вот, ну, в принципе, то, что довольно часто происходит. То есть, довольно, довольно часто происходит такая ситуация и, к сожалению или к счастью, но подобное, в общем-то, подходит далеко не всем. Это нормально. Вот. Ну, вопрос, как мне кажется, заключается в том, как бы, вот, как вы обходитесь с этим. Вопрос заключается в том, как вы обращаетесь с этим. Вопрос заключается в том, что вы делаете с этим. Понимаете? Вопрос заключается в том, что это, конечно, и, на мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Поэтому, что делать, конечно, решать в этой ситуации, в том, что, мне кажется, что у каждого будет, наверное, какой-то свой ответ. Мне кажется, что у каждого будет свой вариант идеального психолога. И я думаю, что если вы к этому не внимательны, я думаю, что если вы этому не уделяете, если вы не обращаете внимание на эти вещи, то, к сожалению, ситуация будет довольно-таки негативной. Поэтому решать вам, как мне кажется, по крайней мере. Поэтому какая-то такая вот история, я по крайней мере думаю. Поэтому больше ответственности, мне кажется, здесь вам нужно, ну, как бы к себе применить. Вот. Больше ответственности и больше особенностей. Это, конечно, не легко, далеко не так легко, как может показаться. Но я думаю, что раз вы начали работу, то вы, в принципе, способны с этим справиться. Поэтому мой ответ вам, он будет вот, пожалуй, именно такой. Вот. Ага. Дальше. Дальше. Я надеюсь, что только, как бы, всё будет упираться в ваш поиск развития. Вот. Как-то так, как-то так. Что касается тех моментов, которые вы описываете, вот. Вот. То я бы здесь обратил бы ваше внимание на созависимость. По крайней мере, то, что вы описываете, очень сильно, ну, как бы похоже, очень сильно похоже на аспект, на элемент созависимости. И я очень надеюсь, что, изучив эту тему, вот, вы пройдёте к ней, к этой теме с таким вопросом. Почему или как стало возможным, что для меня созависимость и созависимые отношения, желание спасти человека и так далее, как вы говорите, стало интереснее моей собственной жизни. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, что вам этот вопрос поможет пойти вот по направлению именно исследования себя. Не избавление себя от созависимости, например, как таковой, и не избавление себя от, например, от чувства вины, которое вы испытываете, конечно же. Нет. Я не думаю, что избавляться от чего-либо вообще хорошая история. Мне кажется, что важным, если не ключевым моментом является именно интерес к вашей жизни. Вот. Если вам ваша жизнь не интересна, то, соответственно, всё будет, на мой взгляд, ну, по сути, блокироваться вами. Ладно. Вот. Так что здесь по какой-то степени ситуация, ну, такая вот она достаточно, я бы сказал, ну, падала, что ли. То есть вы или выбираете, а действовать вот так, как действовали раньше, потому что сейчас вы, на мой взгляд, действует это именно так. Вы сейчас пытаетесь действовать так же, как действовали всегда, всегда. Вот. А привычные модели поведения не работают, и чтобы что-то изменилось, нужно действовать по-другому. Наверное. Как вы сами вот думаете, как вы сами считаете. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Как мне кажется. На этом, пожалуй, можно было бы закончить мой ответ вам, потому что, в принципе, основные моменты я постарался расписать. Вот. Надеюсь только, что это вам было на самом деле полезно, на самом деле интересно, и надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Чтобы открыть. бродить им. какую governments может 완성ered тогда и сами, Продолжение следует...